Спасибо. Для минуты я M назову, для упрощения, для секунды S. Субтитры сделал DimaTorzok Кто отстал? Идем дальше. Мы кликаем в свободном месте и у нас по сути вот такая штука получилась. Не влезает по размеру. Что делать? Выделяем, допустим, элемент. И видите, у нас все спаны, они с классом контент-текст. Справа мы имеем стили. Чуть-чуть ниже смотрим. Фонт-сайз для контекст-текст 5EM. Мы сделаем чуть поменьше. 3,5. Все, вместилось. То есть мы можем UI прям динамически подстраивать, не пересобирая приложение, не перезапуская. Главное, что не забыть, что мы сделали, чтобы потом вход перенести обратно. Идем дальше? Идем в консоль. Теперь получим доступ, как мы уже делали, к этим ячейкам. Через document getElementById. Мы делаем глобальную переменную для ячейки AOS. Назовем ее H. Document getElementById. H. Есть. И я повторю, просто скопирую. То же самое сделаю для M. И для S. Ну и проверим. S, да, есть доступ. Так. За работу со временем отвечает глобальный объект Date. Создается примерно вот так. D, new, date. Готово. Теперь D выдает время. У D есть методы getHours, Minutes, Seconds и так далее. Все, 20 часов. Дальше. Теперь, чтобы выводить время, опять воспользуемся нашим уже знакомой функцией setInterval. И раз в секунду будем просто эти данные в эти ячейки подставлять. Var и setInterval. Анонимная функция. Раз в 1000 миллисекунд. Делаем новый объект время, так как нужно получать данные о времени каждую секунду. Затем берем ячейку часов и стандартное свойство innerHTML или innerText. Я использую innerText. И присваиваем ему значение от D, getAurs. И повторю то же самое, скопирую для минут. Открыть строки. Shift Enter. И для секунд. Собственно, все. Должно время работать. Пока вы копируете, я немножко улучшу код. Я добавлю... Так как, допустим, время у нас может идти, точнее, часы могут идти или секунды быть единицей, то, чтобы красиво выглядело, нужно нолик добавлять. Чтобы было 0,1, 0,2 и так далее. Я делаю функцию формат, которая работает следующим образом. На входе число n я проверяю, если n больше 9, то есть 10 и так далее, то я возвращаю строку 0 плюс n. Меньше. Меньше. Ой, да, меньше. Меньше. Сменьше не сделаешь. Да, ну, тоже так нормально. И, собственно, все. А, и здесь я оборачиваю ее в формат. Кирилл, подожди, как мне все. А если нет? 23. Ну, а ретон еще не прописать. Ну, хочешь, напишем, как бы... А, да, вру. Спасибо большое. Вот так вот, конечно, это не очень. Я не рекомендую все-таки. Давайте использовать хороший тон. Все. Вот так вроде правильно. И обернем все остальные вызовы тоже в формат. Вроде правильно. Отлично. Можно быстро считать. Ну, не знаю. Ну, да, кажется. Кажется, наверное. Ну, а можно просто 3 часа открыть. И теперь... Так, у всех получилось? Отлично. Теперь, в общем, чтобы часы были приложением не просто стендалон, который мы там выбираем где-то и запускаем, чтобы они могли устанавливаться gear-менеджером, который на телефоне, ну, или здесь, в виде часов. Для этого в config.xml нужно добавить одну строчку. И, в принципе, в документации вы все тоже найдете. А, ну, вот я уже написал. Называется она Tizen-категории name.com... О, неправильно написал. Samsung.vmanager.watchclock. И теперь при установке в первый раз часы сразу встанут по умолчанию и появится в системе, зарегистрируется, как часы, которые... Точнее, приложение, которое можно встанить, как часы. Как привести режим ксмр обычного? Source справа. Правая нижняя вкладка. А, в смысле обратно? А, Source. Другую вкладку уже, например, Overview. Нет, я Microsoft. Ага. И дальше пойдут такие тонкости небольшие. Дело в том, что, чтобы приложение останавливалось, необходимо задействовать API, который называется Page Visibility. Мы можем подписаться для Windows на это событие, и когда страница не показывается, мы этот таймер обнуляем. Обнуляем, точнее. Простой функции. Clear. Interval. Interval. И указываем этот I. И потом, когда страница снова показывается, Page Visibility Visible, то мы снова стартуем наш интервал. Ну, это для того сделано, чтобы... Точнее, для того это необходимо, чтобы, когда часы выключены в таком состоянии, счетчик там не работал. Если интересно, могу сказать, почему это не работает в мобильных приложениях. Ой, точнее, на телефоне. Никто не задумывался, почему счетчики не останавливаются? Точнее, наоборот, почему счетчики останавливаются на мобиле, но не останавливаются часа. Как не останавливаться? Ну, так не останавливаются. Остановка всех таймеров происходит, когда Windows теряет фокус. Мы сейчас углубляемся очень глубоко в том, как устроено жизненный цикл приложения, веб-приложения. Когда Windows глобально теряет фокус события, он blur, все таймеры, они замирают, вся анимация замирает. Ну, так работает браузер большой. Дело в том, что на мобильном телефоне, когда я сделаю выключить, появляется поверх лобскрин. Когда я включаю лобскрин, мы видим. И так, как бы, обеспечивается остановка всех процессов. Потому что наше приложение веб, оно находится в фоне, ну, не в фоне, а не в фокусе. И все останавливается. В часах нет лобскрина. И поэтому, когда экран просто тухнет, потеря фокуса не происходит, и процессы все работают. И нам нужно самим. Это стандарт. Это всего лишь так работает веб. Веб-кит, точнее, даже. Веб-кит так работает. Такая небольшая деталь, но о ней надо знать. На этом у меня все. Давайте вопросы. Если нет, то могу показать, какие типы приложений можно сделать. Например, я сделал вот такое прикольное. Читается? Используется гироскоп. По сути, я беру тег макуин. Это просто бегущая строка. Забытая многими. Раньше она очень популярна была в 90-е, когда мы какую-то рекламу сверху кидали. которая еще была такая яркими буквами, красная. Сейчас этот текст стал немножко таким, мягко говоря, не очень... Редко используемый. Редко используемый, да, мягко говоря. Редко используемый. Потому что, да, веб-2.0, все дела. И вот в данном случае он обретает новый смысл. Сделал я это за один воскресный вечер. Просто повесил этот текст, увеличил его. Потом вы уже знаете, как работает девайс-ориентейшн. А, нет, ротейшн. Берем имя объекта, точка стайл, веб-кит-трансформ, задаем ему ротейт по игрику или по зону. И привязываемся к состоянию гироскопа. Это тоже очень легко делается, делается и в примерах есть. Идра.